Что такое индивидуальность и личность? Мы уже разбирали, что я имею индивидуальный опыт. То, что знаю я, вы не знаете. То, что вы знаете, я не знаю, и все другие не знают. Поэтому мы все индивидуальности. А природа все знает все, что знаем мы. Поэтому можно сказать, что природа это личность. То есть мы частные, а природа это общее целое. И род это общее целое. Так же? Вот род является личностью. Так вот, мы сюда пришли как индивидуальности, а теперь, пройдя все вот эти вот уроки, мы можем стать личностью. То есть, каким образом? Мы вот собрали себе вот такую команду из Шефат. Так же? Вот это тело состоит из бесчисленного множества, таких, как и я. Просто я у них как бы неформальный лидер, или как царь-батюшка, который там управляет своим этим. И если я отношусь к своему телу как тиран, ну то есть, использую их в эгоистических, корыстных целях, насилую их, хочу чувства, например, свои тешить, есть спать, обороняться, собаку, купляться, и они страдают в результате, то рано или поздно они поднимут против меня восстание, скажут, зачем он нам нужен, чем он сам занимается. Так же? Он и просто нас использует, как тиран. И тогда просто, это называется болезнь уже, и рано или поздно тело откажется мне слушать, и я помру, лишусь этого коллектива. А я должен относиться именно как монарх, как царь-батюшка к своим подданным. И если они убедятся, что да, действительно, я о них заботюсь, то есть о каждом подданном своем теле, и они скажут, да, действительно, ему доверять можно. То есть я же их взялся с таким условием, что я их приведу к совершенству. То есть они, минуя другие царства природы, сразу в человеческое попали, и я им свой опыт передам. И тогда они очень быстро эволюционны, они не будут проходить то, что я. Они не будут эти страдания получать, они на халяву получат очень много. То есть каким образом? То есть если я достигну совершенства, я не достигнусь совершенства. Так же? Потому что я у них лидер. Это как капитан корабля, он говорит, вот я приплыву там в Америку, значит и весь корабль, и весь экипаж приплывет в Америку. Так же? Если я достигну совершенства, я не достигну совершенства. Так вот, получается, если они убедятся, что я действительно не в эгоистически корыстных целях это делаю, а ради общего блага, то тогда они весь свой накопленный опыт отдадут мне. Я получу возможность пользоваться опытом каждой жепатной. Таким образом, я стану для них общим целым. Или стану личностью. Маленькой личностью. Не до ваших жепат, до своих жепат. Так же? Я для них стану личностью. То есть я приобрету совершенно новое качество мировосприятия. Я сейчас могу мир воспринимать только как индивидуальность. Так же? И с родом общаться как индивидуальность с личностью. Это разные весовые категории абсолютно. Так же? А я захотел стать личностью. Я же Богом хотел, я захотел стать. Я приобретаю качество личности маленькой. Но тогда уже с родом я могу общаться как личность с личностью. Вот ради этого мы сюда и пришли.